всем привет меня зовут светлана и я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я хотела бы вам показать небольшое видео поделиться с вами одна из моих дорогих подписчиц просила меня несколько дней назад как я отношусь к татуировка я обещала ей ближайшее время показать но вот как-то закрутилась завертелась может быть даже уже дней 5-6 прошло и все-таки я помню я всегда помню о вас дорогие мои подписчики и те вопросы которые вы задаете я их обязательно всем отвечу расскажу покажу может быть действительно нужно будет какой-то форум организовать или я не знаю придумать чтобы ближе связь было общаться но вот сейчас я отвечаю на конкретный вопрос девушки которая задавала вопрос мое мнение о татуировках недаром стоит здесь такой вот вы видите небольшой чемоданчик мы его открываем наверняка многие знают что там лежит здесь лежат краски такие вот у нас татуажные вы видите разные здесь лежат иголки колпачки и вот такая вот машинка для татуажа я сама делаю татуаж и небольшие татуировки девчонкам кто просит да впрочем и мальчишкам в общем и целом что я могу сказать о татуировках татуировки вот честно вам скажу те которые имеют такие огромные какие-то размеры непонятные для скалы животных вот и шипы розы конечно они несут негатив это естественно это просто как божий день и всем это известно давным давно это в общем-то тут и спрашивать смысла нет все что округлое мягкое волнистая и это все несет позитив какой-то настрой человека на позитив на созидание какое-то но тоже дает мягкость человеку понимаете естественно любая татуировка несет отпечаток если вот вы на себе что-то уже выкололи то все считайте уже это постоянно пожизненно вам будет нести какую-то информацию перебить татуировку можно конечно но все равно первоначальная информация она будет внутри вас естественно тут знаете такой палка двух концах порой человек очень мягкий и ему нужен вот этот оскал нарисовать чтобы он немножко пожестче был чтобы он немножечко как-то собрался силы свои сосредоточил и прочее другой человек наоборот более агрессивный ему нужно что-то более мягкое круглое струящиеся чтобы он был мягче но опять-таки это в определенных каких-то ситуациях пожизненно так делать нельзя поэтому я за временные татуировки а вот такого вот плана что навсегда ну да татуаж я допускаю все женщины хотят быть красивыми все хотят быть любимыми и кстати это очень удобно татуаж глазки губки бровки когда это сделать умылся в принципе встал пошел уже красивый я считаю что это нормально здесь никакого особенного такого подсмысла страшного не несет также какие татуировки делаю я я делаю маленькие татуировочки вот этой вот машинка у меня специальной татуажной нет это я ее не покупала потому что большие узоры я не делаю а маленькие ну там где-то маленький вензелек какой-то или там где-то сердечко девчонки просят где-то там на пальчики написать как же там я не знаю котеночек чисто символ какой-то там символический не так что кот весь с глазами я не знаю пушистый мохнатые цветы свет полутени тона да это все красиво это вот как художник у меня тоже художественное образование да мне нравится чисто с эстетической точки зрения бывают красивые татуировки не спорю огромные красивые тона полутона но не советую я делать вот поверьте вот мое личное мнение нет нет и еще раз нет ни в коем случае любая татуировка несет какой-то под смысл хотите сделать временную сделайте татуировку хной но я не знаю которая будет стираться смываться потому что поверьте даже лазером лазером цвета не все уходят и зеленые и синие потом остановят остаются полосы какие-то под телом где-то я не знаю в жировых тканях эта вся краска прячется ее не вывести вот поверьте сейчас очень много и средств различных придумали но нет вот поверьте ничего это нельзя свести все равно останутся шрамы рубцы какие-то пятна разводы на теле это бывает вспышка да захотел вот хочется что-то нарисовать на себе скорпиончика паучка котенка какого-то или там черепа или еще что-то но это знаете вот в основном бывают такие решения принимаются необдуманно и в затмении вот когда затмение или полнолуние у человека просто башню срывает глаза вылупил все человек хочу хочу не могу бывает ко мне тоже приходили люди вот хочу набить себе на попе на допустим бабочку вот хоть тресни набей ему на попе бабочку и все вот большую огромную я брю хорошо давай мы подождем посмотрю по календарю и говорю давай вот в такое время знаю точно что этот человек уже в это время передумает звонит и говорит я передумал то есть понимаете вот это вот когда вспышка вот я хочу я хочу все во что бы то ни стало остановитесь успокойтесь пусть пройдет месяц два три полгода вы подумайте вы потом перехотите вот уверяю вас и в общем мой вердикт я против татуировок больших каких-то оскалов да и в общем-то полукруглых обальных каких бы то ни было руны тоже очень многие спрашивают как вы относитесь когда делают татуировки рун ни в коем случае ни в коем случае руны их можно рисовать на теле ручкой гелевой в определенные ритуалы также их надо деактивировать то есть смывать водой со словами благодарности ну или хотя бы хной временное явление хной может сделать руны что касаемо рун спрашивают на ногтях можно ли делать маникюр с рунами здесь опять-таки двоякое такое знаете взгляд двоякий на это все происходящее если вы сами рисуете руны то есть вы знаете вот вы вкладываете смысл понимаете в эти руны то конечно вы можете нарисовать их оговорить допустим как-то потом деактивировать снять ацетоном но если это делает просто маникюрщица какая-то но поверьте нет этого делать нельзя она или не в ту сторону нарисует или еще что-то но это другой будет под смысл ни в коем случае вот мой вердикт нет однозначно если конечно вы пришли к мастеру к специалисту к магу ведьме и попросили ее там сделать какую-то руночки там написать ставы на ну это допускается когда человек целенаправленно он знает как это делать в какие-то дни делается это да а просто так какой-то человек со стороны или подружка там нет нет и еще раз нет значит что еще раз давайте вернемся к татуировкам татуаж я считаю что можно делать это лично мое мнение понимаете маленькие какие-то вензеля но опять-таки надо смотреть какие вензеля вы делаете и на что они похожи потому что бывают такие вензеля которые вот прям ассоциируются или с плохой вруной или перевернутая какая-то руна или еще что-то вы понимаете тут тоже нужно подходить очень очень осознанно к тому что вы делаете лучше всего вот если вы хотите какую-то вензель на себя нанести обратитесь специалисту можете ко мне обратиться можете к другому мастеру без разницы пусть человек вам продиагностирует можно ли вот этот вензель или рисунок который вы хотите на тело себе нанести как он вам поспособствует как будет ли гармонично с вашим телом с вашей энергии работать либо же не стоит этого делать вот поверьте у меня татуировок на теле нет татуаж да у меня вы полностью весь татуаж и губы и стрелки и все остальное но это удобно вот поверьте девушки женщины меня поймут это очень удобно это красиво и аккуратно ничего не смазывается я считаю это допустимо ну в общем то вот такое вот небольшое видео я провела надеюсь вам оно было полезным ну вот кстати вот тут у меня рядом лежат карты в общем-то я не думала об этом но давайте я проведу вам диагностику если вы хотите смотрите вот прям буквально сделаем всего-навсего три варианта но это не панацея еще раз говорю это потому что прямом эфире это такое гадание будет общее спонтанное которое в общем то даже и не собиралась проводить вот у меня карты на столе лежат и камешки давайте возьмем вот три камешка допустим да три варианта ответа допустим девчонки мальчишки кто сейчас обдумывает продумывает стоит ли ему делать татуировку какую-то вот думает нужно или не нужно мы сейчас прям по одной карте там достанем и посмотрим первый вариант вот у нас будет розовый кварц второй у нас такой вот розово-оранжевый камешек и прозрачный у нас камень горный хрусталь вот три варианта ответа мы сейчас посмотрим по картам стоит ли вам делать именно ту татуировочку которую вы решили или нет что говорят высшие силы вот прям сейчас спонтанное такое гадание у нас с вами получается давайте посмотрим так первый вариант так четверка жезлов ну что знаете я могу сказать четверка 4 это всегда устойчивость 4 лапы у животного всегда кошка падает на 4 лапы 4 ножки у стола 4 ножки у стула это знаете четверка это всегда устойчивая позиция сразу могу сказать что ту татуировку которую вы сейчас хотите сделать она будет четко нести какую-то определенную информацию вот то что вы сейчас хотите сделать на себе очень очень тщательно подумайте что она несет эта татуировка потому что если это какие-то шипы и оскалы или еще что-то черепа может быть сейчас вы пока молодой человек вам хочется активности но уже в возрасте эта татуировка будет а вас от вас отворачивать отталкивать людей поверьте когда 50-летний человек 60-летний человек ведет себя как юнец одевает какую-нибудь бандану на голову там шорты или еще не пойми не разбери что но юношеская непонятно что вот выглядит это смешно понимаете или какую-нибудь там цветочек в голову женщины одевают или шляпку какую-то прибабахнутую но еще по молодости лет в принципе это все возможно одеть повеселиться подурковать но поверьте в возрасте когда такой человек и вот такой вот фигней страдает это выглядит просто смешно вот это вот татуировка будет нести вот основательный характер основательный поэтому думайте думайте если вы хотите ее сделать стоит или не стоит но это будет на всю жизнь запомните я не рекомендую дальше давайте посмотрим прям по одной карте я больше доставать не буду так что эта татуировка несет восьмой у нас аркан взвешивайте но вы видите здесь весы взвешиваете вы думаете насчет своей татуировки делать или не делать а тут скорее всего вы все-таки уже решили что нужно сделать все вы думаете что да здесь вы обдумываете все за и против и я все-таки думаю что вот эта татуировка знаете она будет перевешивать то добро то в зло то в добро это татуировка которую вы сейчас загадали вам будет то помогать в жизни то вредить то помогать то вредить и вы думаете взвешиваете делать не делать делать не делать вы слышали мое мнение так что решайте всегда за вами последнее слово и так третий вариант кто загадал давайте посмотрим что там на третьем варианте у нас получается так у нас здесь идет паш жесла паш жесла интересная такая карта я знаете здесь больше похоже здесь либо девчонки хотят что-то связанное со своим любимым мужчиной может его имя выколоть или там допустим сердечки какие-то с именем мужчины а молодые ребята может быть женские какие-то или имена или сердечки вот что-то такое вот хотят набить себе но думайте сегодня один у вас партнер завтра будет другой партнер вот поверьте ко мне приходили множество девчонок и мальчишек которые хотели перебить татуировки вот последний парень у меня пришел у него на пальце вот здесь было написано то ли настя то ли анастасия а женился он на катерине на какой-то не помню уже и вот вы представляете невеста встала в позу сказала никакой свадьбы не будет пока не перебьешь вот эту татуировку ну вот что делать это просто ужас он и выжигал там он и на лазер ходил она вся какая-то блеклая зеленая но она не ушла но я ему здесь некоторые символы конечно сделала которые он меня попросил по своему эгрегору вот но имя мы забили но я все равно считаю что этого не стоит делать вот поверьте сегодня одна девушка завтра будет другая точно так девчонки сегодня у вас один парень завтра может быть другой пятый десятый и отметины вот эти вот на себе ставить не стоит и еще хотела я вам сказать по поводу своей работы вот это вот машинка татуажная мне еще нужна я порой справляю судьбу человека то есть линии на руках мы делаем с клиентами определенные линии я где-то дорисовываю где-то мы что-то убираем знаки на руках то есть те знаки которых нет у человека ну например денежный треугольник вы все про него знаете денежный треугольник вы можете найти у себя рука на руке может быть вы не найдете на руке если он отсутствует я сделаю вам дополнительную эту линию и у вас появятся деньги но это не значит что я сделаю эту линию вы будете лежать на диванчике плевать потолок и деньги повалятся нет если вы работаете в если вы чего-то хотите то эту ситуацию можно подтолкнуть или допустим но я не знаю вы хотите детей на руке у вас нет вот детей нет бывают такие вещи что вот ну нет этой линии в детских вот но это отдельная уже история знаете вот из одного хотела сделать небольшое видео а получается тема за тему цепляется в общем коротко скажу что я исправляю линии на руках это отдельная тема это большой разговор в общем то ну кто захочет исправить я помогаю действительно делать какие-то вещи мы меняем судьбу как раз таки вот этой татуировочной машинкой татуажной вернее делаю напыление человек ходит у него происходят какие-то перемены в жизни потому что это действительно перемены большие если он утверждается в том что ему нужно прям хорошо пробить эту линию мы пробиваем ее тогда очень хорошо и тогда человек уже ходит с определенным знаком на руке но это очень серьезное дело и конечно же не всем я это делаю и поверьте это делать должен только мастер и специалист а не так что вы где-то в интернете сейчас полезете начитаетесь и начнете пойдете просто какому-нибудь тату мастеру который не сведущ абсолютно не в не в магии не в ведении не в чем будет набивать вам эту линию понимаете ни в коем случае вот просто мой вердикт нет ну в общем то вот такое вот небольшое видео у меня получилось я надеюсь для вас дорогие мои подписчики любимые мои клиенты друзья для вас она была полезная люблю вас всех думайте взвешивайте все за и против и принимайте правильное решение пока 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 пока